приветствую вас на канале современной земледели здесь вы найдете полезную информацию о выращивании различных культур и современных технологиях а также современные сорта овощей и найдете ответы на многие вопросы связаны с земледелием подписывайтесь на наш канал узнавайте первыми о новинках достижения в области современного земледелия феврале в садовых магазинах появляется лук-сивок для посадки но многие дачники предпочитают отложить покупку полагаясь на то что продавцы обеспечит сохранность лука однако большинство из них забывает что при позднем приходе можно не найти лук в магазине так как обычно он закупается оптом и в больших количествах а в мае начинают завозить лук-сивок из средней азии и его продают везде на рынке банками или в овощных магазинах этот лук весь уходит в стрелку он пригоден только для выращивания зелени если феврале вы увидите в садовых магазинах хороший лук-сивок то советую его купить лук-сивок следует хранить в прохладном месте например в овощном ящике холодильнике или в погребе можете завернуть лук в газету или использовать картонную коробку давайте начнем сравнивать три популярных сорта лука-сивка вот кармен это стаурон удлиненный и штук картон риза начнем с кармена отлично подходит для выращивания на дачных участках с одного квадратного метра можно собрать до трех килограмм лука это ранний сорт его полное созревание наступает через 90 95 дней после всходов масса одной зрелой луковицы может достигать 150 грамм этот сорт также отличается хорошей лёжкости его можно хранить до следующего сезона без потери качества луковицы покрыты двумя-тремя слоями сухих темно-красных или фиолетовых чешуек а внутри слегка фиолетовый вкус лука полуострый слегка сладковатый он отлично подходит для салатов и консервированных блюд а также очень сочный и вкусный в свежем виде ярко выраженного недостатку сорта отсутствует разве что к не причисляют небольшой размер самих луковиц следующий лук сивок это штуткарт анризен он имеет плоскоокруглый плотную луковицу раннего срока созревания с окраской с молочным дозолотисто-коричневый снаружи и белый внутри похож на репку лук обладает острым вкусом и содержит много витамина c он устойчив к болезням особенно к ложной мучнистой россии не рекомендуется сажать его на одном месте более трех-четырех лет лучших предшественники это капуста кабачки огурцы и помидоры место для посадки должны быть солнечно и хорошо проветриваем а с богатым перегноем почвы лук штуткарт анризен широко используется в кулинарии его можно тушить запекать жарить и употреблять свежем виде недостаток этого лука штуткарт анризен сложно чистить из-за его плотной кожуры однако если вы предварительно замочить воде то это поможет обеспечить процесс очистки следующий лук сивок это сторон отличается высокой урожайности подходит для культивирования в прохладном и умеренном климате и обладает отличными вкусовыми качествами он устойчив к низким температурам и непродолжительной засухи а также долго сохраняет товарный вид ихра и хорошо хранится кроме того стурон устойчив к большинству заболевания лука что позволяет не использовать химические препараты при его выращивании размер головок лука можно увеличить добавить в почву немного больше питательных веществ однако в прохладном климате стурон не может быть вырешен как озимый лук или однолетний начинающим огородником может быть сложно получить всего к стурона самостоятельно спасибо за просмотр и подписку поделитесь этим видео с друзьями и нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых роликах и желаю вам большого урожая